Сейчас я уже взрослая женщина, со сложившейся с судьбой, мужем и тремя прекрасными детьми. Но было время, когда я была никому не нужна, и думала, что это навсегда. Многие говорят, что совсем не помнят своего детства, а только какие-то отрывки. В принципе, я тоже помню не всё, но есть некоторые моменты, которые и спустя десятки лет не стёрлись из моей памяти. О том, что меня бросил папа, я узнала только когда подросла. Тогда уже ходила в школу, а вот о маме, которая оставила меня одну в магазине, я помнила и помню сейчас. Помню, мы пришли в магазин, я очень сильно хотела есть. Мама почему-то тогда так ничего и не купила. Она ругала меня, тогда я попросила её хотя бы купить булочку с маком, которая красовалась на витрине. Мать посмотрела в мои глаза. Это был ненавистно злой взгляд. На прощание она мне сказала, что я испортила ей всю жизнь. А потом она, посадив меня на лавочку возле холодильника с мороженым, сказала ждать. Она ушла и больше в тот день не вернулась. Тогда ещё незнакомый мужчина, который через два года взял меня в семью, заговорил со мной. И ту булочку с маком, которую он мне тогда купил, я не забуду никогда. Я её ела и плакала. Она была одновременно сладкой и солёной от моих слёз. Но с тех пор я не люблю кондитерские изделия. Они мне напоминают о том, что мне пришлось съесть в моей жизни. Жизнь опять заиграла красками. И даже ожидая в приюте прихода нового отца и матери, я чувствовала себя почти счастливой. Я старалась верить, что они меня заберут. Скрывать не буду. Я очень ждала свою маму. И она пришла. Пришла за пару месяцев до того, как меня отдали в новую семью. Разговор этот тоже помню до мелочей. Она не просила у меня прощения. Напротив, на меня сыпались только упрёки. Женщина пыталась мне объяснить свой поступок. Её карьера, её жизнь, всё это чуть не испортила именно я. Когда она рожала, она не думала, что останется с ребёнком одна, без работы и без денег. А то, что сейчас я в приюте и скоро меня заберут чужие люди, это только её заслуга. За эту жизнь я должна быть благодарна только ей. Ведь она могла меня оставить рядом с собой и обречь на холодные и голодные существования. А так, у каждой из нас будет жизнь. Какая-никакая, но будет. Она ждала от меня благодарности. И для этих слов я созрела только сейчас. Ведь тогда мне просто хотелось плакать и умолять её остаться. А сейчас я говорю, спасибо вам, женщина, за то, что научили ценить семью. За то, что дали шанс стать человеком. За то, что подарили возможность расти среди прекрасных людей, за тех людей, которые готовы ценой собственной жизни защитить бедное и брошенное дитя. За тех людей, которые никогда не сдавались и любили не за что-то, а вопреки. Благодарю вас от всей души. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!